Пророчество, это власть, сейчас мне расскажется. Давай. Это следующая картинка. Да. Цава, первая буква цадик, цава, которая означает армия, буква гей, которая обозначает оборона, и аббревиатура буквы ламит Исраэль, цава агана ля Исраэль. И это то, что обороняет Израиль небесный, земным, с мечом Божьим, который есть сам кто? Христос. И который есть оливковая ветвь, которую голуби принесли из нового ковчега. И это то, что ты несешь сюда. Вот эту ветвь, которая говорит о мире, о шаломе, когда он вышел из ковчега, но также и меч Божий, который есть Слово Божие, которое выходит как обоюдоострый меч и высвобождается здесь, на этом городе. Поэтому мы это сделали Лоле с мужем вдвоем. Мы делаем только вдвоем. У нас все время часть в совмещении. Он одну часть, я другую, но мы это пророчески высвобождаем, как наша семья Дебора и Барух. Мы высвобождаем тебе, и ты видишь символику цвета, да? Ты видишь, это воинственный цвет, это наша армия Израиля, и тоже желтый цвет, который несет эту силу Божию и динамику Божию. Поэтому мы приветствуем тебя в нашем городе. Шаром? Шериф Божий. Держи! Так, внимание. Вот так вот деяние святых апостолов пишется в 21 веке. Все просто. Все, вот Дебора, кто-то хотел ее видеть. Шалом! Пару слов приветствия. Приветствия из Элата, из Израиля. И пусть соединение и единство Бога Живого течет в соединение, через это пророческое сердце, которое объединяет в себе страны и народы. И со стран и народов изнутри, и с неба, и с царства тоже благословляю всех вас. Во имя Иисуса. И скажем таки Амэн. Все, проход благословений. Так, сейчас как выключу, все, выключу. Продолжение следует...